Ну так вот, я чего звоню? У меня несколько вопросов после того, как я выключаю это видео. Первый вопрос такой, что такое отрицательное отношение к компании LifeMax? А нету отрицательного отношения к LifeMax, и ты не найдешь ни один ролик, в котором у меня нет отрицательного и не было отрицательного отношения к компании FFI, к компании GNS, к компании LifeMax, к компании... У людей сложится впечатление, что когда он смотрит физики, что LifeMax это что-то очень плохое. Отлично, я попытаюсь ответить. У тебя болит голова? Бывает, что болит голова? Бывает. Каким ты анальгетиком пользуешься, чтобы убрать головную боль? Чем пользуешься? Аналгином. Аналгином. Ну, Рафен, знаешь такое лекарство? Знаю. И вот смотри, где у меня поднимается, как в Простоквашино, смотрел, наверное, мультфильм, да, «Каникулы Простоквашино»? Да, повышается, как там, шерстистость и хвостастость, как они писали письмо, дополняя друг друга. Вот когда ты записываешь видеоролик и говоришь, слушайте, парни, девушки, когда у меня болит голова, я пользуюсь офигенным средством. И это средство – нурофен. Кроме того, нурофен еще помогает в первом, втором, третьем случае, вот, все, что действительно нурофен работает. Да, он помогает снять и спазмы, и даже нурофен можно принимать в тех случаях, когда начинается температура, можно на начальном этапе тормозить и нурофеном. То есть, и, соответственно, я лайкнул на этот видеоролик, я поделюсь им с друзьями, я даже напишу комментарии, спасибо, Валера не знал об этом препарате и так далее. Но проверю, что это действительно так, все правильно. Но теперь, когда ты записываешь ролик, привет, друзья, меня зовут Валерий Алексеев, я хочу сейчас вам показать замечательное средство, это нурофен. Так случилось, что в моей семье, не в моей семье, не дай бог вообще не про твою семью, у моего соседа через три корыта, псориаз, и я ему дал попробовать таблетку нурофен, и у него этот псориаз прошел, и тогда мы кинулись, этот нурофен развелись водой, начали закапывать в глаза, у моих друзей прошли глаукома, катаракта, слойка сетчатки и так далее. Я напишу, Валера, ты козел, ты лгун, и начну рассказывать, что ты пропагандируешь левый бизнес. Вот, понимаешь, то есть я пользовался и Лайв Макс, я лично, и у меня был определенный результат, я стал лучше спать, у меня снизилась утомляемость и так далее, и так далее. Но псориаз не прошел, миллион всяких других вещей ни у меня, ни у моих нескольких близких людей не прошли. Я знаю, что у людей, которым я безумно доверяю, снизился уровень сахара в крови, и они даже позволили себе слезть с инсулина. Это правда. Ну, то есть, получается, что такие продукты работают, да? А я и не говорил, что они работают. Я сказал, что это неплохой антиоксидант, но он не лечит онкологию. Я это и говорю, я это говорю честно, я не упираюсь и говорю, что это вообще там, там, оскорбинка. Да? Они-то, я так понял, не лечат, они просто дают клетки работать так, как она должна работать. Это все фигня, нет ни одного доказанного результата, это все мошенники. Люди, которые говорят о том, что у моей свекрови, я вылечила ее рак печени четвертой степени, и потом выясняется через несколько мгновений, что эта свекровь умерла. Какие-то там 3-4 бабки, никому неизвестные, без единого документа, говорят. Я тебе могу сказать. Ты знаешь, Валера, я знаю, что... Хорошо, хорошо. Да, я понял, смотри, давай тогда возьмем эту ситуацию. Давай. Я так понял, ты работал в FFI, был там не на плохом счету, там нормальный, там платина или кто-то там был, да? Ну, ты вот, когда занимался FFI, ты же всем говорил, что вот работает продукт, вот экономия, вот это. Есть хоть один доказанный результат, что, например, в Volkswagen был расход такой-то по техпаспорту идет, да? А после применения FFI расход стал меньше. Есть такой документ? Валера. Валера. Тоже нету доказательства. Как это нету? Не просто есть, Валера. Я делаю это системно. Я тебе сейчас скажу, как. Это все очень... Не-не-не, я имею в виду по техническому паспорту у Volkswagen такой-то объем. Ну. Volkswagen же после применения FFI не переделал характеристики. Как и был расход, так и остался. Нет. Из чего ты решил? Volkswagen... Нет ни одного, ты говоришь, Павел Максу, нет ни одного заключения, что кто-то вылечил. Ну, так, пожалуйста. Дай мне... Потом дальше смотреть. Валера, стоп, ты сейчас же голослов... Я говорю конкретные вещи, а ты такими голословными фразами бросаешься. У тебя есть доказанный случай лечения онкологии? Ответь мне, да или нет? У меня нету. А я и не говорю, что он лечит уже это лекарство. Отлично. Есть люди, которые благодаря использованию Alive Max вылечились от онкологии, да или нет? Я не знаю, может быть есть. Отлично. Не знаю. Отлично. Не скажу. Отлично. Скажи мне, Alive Max, продукция Alive Max лечит глаукому? Продукты Alive Max это вообще не лекарство, они ничего не лечат. Отлично. А теперь заходи в Google. Заходи в Google. Сейчас ты. Можешь мне... Это я знаю. Но это, понимаю, это заблуждение. Так же, как ты, когда... Валера, Валера, я... Валера, я люблю разговаривать фактами. Включи просмотр экрана, открой Google. Ты же не зря вывел меня на этот разговор. Включи сейчас просмотр экрана и открой мне страницу Google. Точка. Если ты хочешь со мной продуктивно, аргументированно общаться. То есть мне сейчас открыть экран себе? Не надо лишнее мне показывать, открой только пустую страницу Google. Так, сейчас, ну, открыл. Окей, включи просмотр экрана, чтобы мы вместе с тобой это видели. Ну, есть. Пиши запрос. Alive Max. Так, ну, не меняйте. Садим. Alive Max. Да я знаю, что ты хочешь узнать, что сейчас вышит целая куча этих отзывов, что все лечит-лечит. Ты что, не знаешь, как пишется твоя компания? Alive Max. Нет, это не то. Что ты пишешь там? Нет. Я просто думал, он сейчас само до конца допишет. Так, таблетки пишут. Не надо таблетки этот. Убери просто таблетки. Ну, это автоматом выставить. Напиши, онкология, напиши, онкология. Ну, давай, первый раз отзывы. Подожди, онкология, напиши, онкология, 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 этот, онкология, отзывы зачеркни, напиши, лечение. Стой, стой, отзывы зачеркни, напиши, лечение. Enter Ну или эту, не важно Лечение онкологии, AliveMax Так, подожди-ка, поставь видео Потому что тут куда-то все это уходит Поставь видео Лечение сложного астигматизма Дальше, AliveMax, лечение Видишь, лечение онкологии Лечение аутизма, астигматизма AliveMax, онкология, зрение, бесплодие И так далее Ну люди просто не понимают Они это так Думают, что это лечение Ну все, а этих людей-то очень много Покажите мне Я ведь объявил промоушен, сказал Покажите мне одного человека Который излечился от онкологии Дайте мне на старте заключение, что онкология есть Он начал принимать продукты Потом дайте мне документ, что онкология исчезла Не надо мне рассказывать про базилиому У этой бабули из Новосибирска Потому что базилиома лечится Хирургическим вмешательством И эта бабушка По свидетельству ее же самой внучки Действительно прошла эту хирургическую операцию Не надо рассказывать, что рак четвертой степени лечится Если тетка умерла Не надо рассказывать, что фиброденома груди лечится Если диагностика происходила на 108 каком-то там пригородном заводе И никто не лечил эту И потом там же на заводе определили, что она исчезла Покажите конкретно Онкология Применение Лайв Макс Снова диагностика Нет Ничего Я вам даю 500 Смотри просто какая получается ситуация У человека есть какая-то проблема медицинская Он узнает о спреях Начинает их принимать Эта проблема либо частично уходит Либо там уходит, он ее перестает чувствовать И конечно же он думает Он же не сведущий Он же думает, что он вылечился И конечно же он будет писать И видео выкладывать Что вот ребята я вылечился Понимаешь ситуацию Угу Вот Он же не сведущий Он же не думает, что он не вылечился А просто как бы ушла часть проблемы Ну почему Результат какой-то есть Почему выставляют ролики один за другим Посмотри их тысячи Валера И в этих тысячах роликов В этих тысячах роликов Написано, сказано вслух Что у меня был рак груди И я излечилась Вот в чем проблема, друг Ну хорошо, согласен, да Проблема Просто люди Люди говорят Я капаю виратрол в глаза И у меня исчезает глаукома Я звоню научно-исследовательский институт Директору Я говорю Ты пользуешься этим? Он говорит Нет Я говорю Капаем этот виратрол плюс В глаза и уходит Он говорит мне Капай на голову Мозги придут Я говорю Ты же покупаешь Это все Вон Карошаш Распространила 3 миллиона роликов Через себя И через своих людей Что все Не Казахстана Чуть ли там Не в очереди стоят На этот продукт Он говорит Да пусть покажет контракт 300 пар семейных Снялось с учета Мне директор института Репродукции человека Пишет письмо Ничего вообще не известно Об этом Лохи не понимают Что 300 пар Снявшихся с учета Это Национальная Сенсация 30 пар Не 300 даже Снявшихся с учета Это Национальная Сенсация Почему с этим продуктом Работают Врачи из поликлиника А не профессора Доктора наук Академики Казахстана Почему Министр здравоохранения И соцразвития Ни хрена Об этом продукте Не знает Потому что Все кто об этом Говорит Мошенники Ты знаешь Валер Я тебе хочу Рассказать секрет У моего близкого друга Он применял Элайв Макс Выросли руки И на каждой руке Выросло по 5 пальцев Прикинь Что ты будешь делать Ты поедешь В научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга Называется ЛНИИ Наверное Сегодня это называется Иначе Раньше Назывался Ленинградский Научно-исследовательский Институт Протезирования Ты поедешь В Курганский Институт Имени Элизарова Там где лечатся Калеки Бесконечности Которым Аппаратом Элизарова Их удлиняют И скажешь Вы бараны Все Что вы там себя подвергаете Таким Травматическим Инвазивным Операциям Вот и лаймакс У меня есть отзыв Из Израиля Что у какого-то парня Отросли руки И на каждой руке Еще на каждой культе Выросло по 5 пальцев А тебе скажут Ну Слушай Это же сенсация Это же мировой Вообще Вообще Это вот просто Супер А тебе говорят Да вот-вот Смотрите История Схавайте Эту историю И давайте Пейте все Ну и что Вырастут у людей руки Нет Конечно Не вырастут Ну и все Вот Валера Вот мой ответ Вот Вся причина Того Если нурофен Уталяет Спазмы Головы И Уталяет Головную боль Значит Это правда Ну не лечит он Простату Засовывай его Прости меня В жопу Или нет Не лечит Простату Нурофен Я разговаривал С Александром Кульпиным Ты знаешь Что такое Александр Кульпин Не знаю Это третий Или четвертый Человек По чеку И на сегодняшний день Это третий Или четвертая Позиция Былай в Макс Никакая Карашаш Марашаш Она там рядом Не стоит Да Карашаш Своя команда Даже Ну они поняли Что она Не очень порядочный Человек Теперь слушай меня Теперь слушай меня Я разговариваю С этим Сашей Кульпиным Я из уважения К нему Не выставляю Ролик наш Он есть И запомни Я отвечаю За свое Каждое слово Я очень ценю То что Меня никто Не может Забанить Только по одной Причине Потому что Я на своем Канале Говорю правду Скажи Валера Вот ты Вменяемый человек Ответь мне Ты правда поверил Что Элай Макс Меня напугала При остановлении Трафика пациентов Пациентов в Израиль Скажи Не понял Что Я увидел Элай Макс И в ней Увидел Угрозу Трафика пациентов Что вот Снизится поток Пациентов На лечении В Израиль И правда В это поверил Нет конечно Дебилы Просто Конченые Дегенераты С рождения Пишут Он увидел Элай Макс Он увидел Что это будет Угроза его бизнесу Бараны Аэрофлот Сюда садит Такое количество Бортов И в этих Бортах Такое количество Людей Которые едут На диагностику Реабилитацию Я ведь им сказал Они не врубились Тупицы Они не врубились Знаешь что Я сказал Давайте Я вам даю промоушен Кто мне доказывает Получаете 500 баксов Мне звонит знакомая Моя из Израиля Тоже работала В Элай Макс Сдулась в итоге Она говорит Таля А если докажут Я говорю Ну открою сейф Отправлю 500 долларов Она говорит А нахрена тебе Кормить кого-то Я говорю Так я же миллиардером буду Глупая Она говорит Как это так Я говорю Да я тут же подпишусь Под ближе Под вот Кто первый Окажется под рукой Вот под Валеру Алексеева Подпишусь Его обогащу И сам стану миллиардером Почему Да потому что Через меня За 12 с половиной лет Уже Проходит такой трафик Как труба Через Украину В Европу Проходит Проходит трафик Больных Которые обращаются За помощью Я вам Я буду говорить На хрена вам Израиль Купите у меня Продукт Не надо ехать сюда Купите у меня Продукт И лечите Я перееду Из Израиля Я поеду Куда-нибудь В Калужскую область И люди Как ехали Кванги За спасением Со всего мира За исцелением Будут ехать Ко мне А я буду Выкладывать им Эти бутылечки Я забуду О клинике Тупые Гномы эти Понимаешь Гоблины от бизнеса Тупые Вот и весь расклад Я испугался Что люди Поедут туда Мои клиенты Никогда В сторону Илайв Макс Не посмотрят Вообще Никогда И мне скажут Васёк Ты чего Делаешь Слава Богу Слава Всевышнему Да Сахар Регулирует Что сказал Кульпин Классный Антиоксидант И не больше Правильно Шлаки Выводит Вон я Разговаривал С одним парнем Как его там Звали Не помню Артур Что он написал Мне в комментариях Он мне пишет Смотрел ты этот Видеоролик Нет Что благодаря Применению Элайв Макс У меня ушла Межпозвоночная Грыжа Как ты узнал Смотрел Возможно До конца Не досмотрел И наверное Комментарии Не читал Как ты узнал Об этом Что она ушла Ну да Если правда То я не делал Конечно Магнитно-резонансную Томографию Ты что На ощупь Ты что Хироман там ездил Они тебе тело Прозвонили Нет Ну да Наверное Я это не имел Права говорить Вот и так Всё А если бы Меня не было У него на пути Были бы люди Которые сказали Нахрена нам Операция Люди есть Которые боятся Ведь после операции На позвоночник По удалению Межпозвоночной грыжи Можно не проснуться Ты знаешь Что есть 2% опасности Что может быть Задет нерв И человек будет Обездвижен На всю жизнь До конца жизни Он будет лежать В постели Как овощ Ты знаешь Что это или нет Что 2% людей Они не встают После операции 98 встают И что ты скажешь Нахрена С моим Еврейским счастьем Попасть в эти 2% Я выпил Айвмакс Уйдёт к чёртовой матери Межпозвоночная грыжа Если бы я не позвонил Этой женщине Из прибалки И не спросил Как здоровье У её свекрови То никто бы не узнал Что она умерла Все сидят И думают Хавая эти все результаты О том Что тётка-то Вылечилась От рака печени Люди становятся На очередь На пересадку печени А теперь думают Зачем это делать Начнём глушить Ящиками Лайвмакс Пересадка печени Стоит 200 тысяч долларов Они лучше на 50 тысяч долларов Лайвмакса купят Но они не успеют Допить первый ящик Окочурятся Вот всё Понимаешь Валера Вот причина Переубеди меня Скажи Таль Ты козёл Я клянусь тебе Я Ни одно слово Твоё Не это Вот там Тётка мне пишет Она про инфиниай Вы наверное Мой пост почистите Зачем Когда таких зонбий Посты иногда Нужно Выставлять Убеди меня Скажи Что Таль Ты не прав Первое Второе Третье Всё Я замолкаю Вот я так Эмоционально тебе Всё рассказал Я замолкаю Теперь убеди меня В другом Скажи Таль Всё что ты сказал Это неправда Потому что АБВГД Ты хочешь Чтобы я тебя Переубедил Да Ничего Я С тобой Практически Согласил Во всех вопросах Ну Дело в том Что у меня Ещё один Тебе вопрос Давай Вот Ты иногда Бываешь Выкладываешь В свой Индию В Ютуб Ролики С людьми С которыми Ты разговаривал Да Закон Мне это Позволяет Делать Вопрос Этики Меня не интересует Я блогер Пранкеры Могут позвонить Эрдогану И с ним поговорить Пранкеры Могут позвонить Адвокатом Савченко Пранкеры Могут позвонить Элтону Джону И никто не говорит Что они Котлы И права морального Не имеют Звонить и выставлять Это блогер Моя задача Моя задача Найти Слабое место В компании И помочь Другим людям Помочь Другим людям Не попасться На этот Лохотрот Какими путями Я это делаю Это мои пути Если Я являюсь Стороной В разговоре То по закону Я имею право Этот разговор Публиковать Другое дело Что если человек Что если человек Не согласен Вот и сейчас Мы с тобой поговорим Я этот ролик Выставлю Причем Кстати сказать Это будет Мега полезный ролик Ты обидишься Ты начнешь Кричать Подожди Подожди О чем мне обижаться Я не понял Ну там Примеру Да Вот Аля Ты же Меня не предупредил Что ты поставишь Пойми Друг Не ну подожди Я тебя по-моему Вначале сам предупредил Я тебя спросил Ты будешь этот ролик выставлять Не знаю Пошел Да Я сказал Я действительно И пусть все знают И я даже Это не уберу Я действительно Если человек Вот сейчас Я разговаривал с одним парнем Он говорит Я боюсь Что вы меня запишите Но вот у меня результаты есть У лидера Под которым он подписан Результатов нет У команды нет А у него есть Я говорю Ну что давай поговорим Понимаешь Люди зашли в компанию В другую компанию Люди зашли в компанию И в итоге Уже 4 месяца Идет лохотон Чисто Один подписывается Под другим А где бизнес Ну вот сейчас Настраивается Да компания До вас 3 года Существовала 3 года Существовала Я вот тебе скажу Ты ведь работал С Шаура Правильно Судя по твоему ролику Вот когда Топливодар Официально Выпустилась 25 октября Андрей мне Позвонил И сказал Заходи Я знаю Что ты авторитетный Я знаю Что ты Крутой Я знаю Что ты Работоспособный Заходи ко мне Я говорю Не нифига не зайду Надо разобраться Что делают другие Залетели Забрались на броневик И погнали По бездорожью А за мной Потом проверили Продукт не работает И все Что я делаю Я разбираюсь Посмотрел Кто такая Маргарита Васильевна Вельц Я посмотрел Кто И действительно Есть ли такая Контора в Ангарске Я попросил Своих друзей Из Иркутска Сделать небольшой Круг Их близкие Родственники Живут в Израиле Позвонил им Сказал Ну-ка сгоняйте Может там Пункт приема Стеклотары Или какой-нибудь Тупик коммунизма И просто Какой-нибудь Заброшенный гараж Приехали Сказали Есть такая Компания Есть такие люди Все Когда я получил Первое Второе Я сказал Ладно Присылай мне продукт 7 декабря Я взял продукт Получил его И сразу скажу Окольными путями Потому что Пока прямой доставки В Израиль нет И мне это даже Не стыдно говорить И я сейчас Этим занимаюсь Получил этот продукт Вот 7 декабря До До 10 дней Тому назад Я его тестировал Получил результат И все равно Не побежал На танки И все равно Не побежал На броневик Орать о том Что у меня Все работает Я взял машины И погнал их То что у вас В России На русскоязычном пространстве Называется Техосмотр Я говорю Компрессию Мотор Клапана И все остальное Токсичность Было по умолчанию Понятно Что будет убираться Все Причем я погнал Не в обыкновенные Не в левые А в сертифицированные У нас это гараж Называется В сертифицированную Станцию Техобслуживания Где Проверяют машины Которые Идут на продажу То есть Например Человек мне говорит У нас это так работает Чтоб ты знал Человек говорит Я продаю Автомашину Я приезжаю Мы ее гоним На это Вот СТО Я плачу деньги За проверку Но если Ушло шасси Ты понимаешь Да В машине У тебя же есть транспорт Да Если ушел Мотор Да Если Выяснится о том Что там Все же гнилое В плане Прокладки Клапанов И все это Стучало И все это На компьютере Увидится То мне Хозяин машины Стоимость этой проверки Возвращает Если же нет То это проверка На мне То есть это Ну Гараж Это из того Которая В авторитете Скажем так Я погнал туда Посмотрел Все Теперь Как я замеряю Расход двигателя Расход топлива Чтобы знать Это работает Или нет Я не верю Датчикам Никаким Бортовым компьютером Никаким Поплавкам Никаким На глазок Никаким Примерно От моего города До Хайфа 50 километров От Хайфа До моего города 50 километров Я заправляю В Хадере Полный бак Вот до булькания Под горлышком Закручиваю Уезжаю в Хайфу В штиль Чтобы никто Мне не говорил Что я ехал По ветру Против ветра Возвращаюсь На ту же заправку Заправляю Это есть Естественный Реальный Настоящий Прозрачный Расход топлива Согласен Я кстати Тоже Замерял На своей машине Я тоже Датчикам Не верил Супер Ну только На своем В этом Супер Я проезжаю Не с первого бака Ах С первого бака У меня Показал Расход Чуда Плацебо Или еще Что-то Я проезжаю Я гоню 50 Проехал Три полных бака В любом режиме По городу Где угодно То есть Не специально Вот Прошло там Две-три недели Я изъездил Эти три бака Уже я с продуктом Работаю Я приезжаю На заправку Все делаю По инструкции В пистолет Заправляю Полный бак Пистолет Стреляет Как говорится Все Видно Вот горлышко Я в хайфу Назад Если расход Не изменился Значит Шаура Козел И он врет И этот продукт Ослиная моча Подкрашенная Зеленым цветом Я вижу Что у меня результат Что я мог бы сказать У меня 7 машин Которые это проверяли И все они поголовно Получили результат 30% Неправда У меня Volkswagen Polo Получил 11% Экономии Но это может сначала Может она по нам дальше Увеличится У меня Mazda Кошка Тройка Новая С этими узкими глазками 22,5% Супер Б 127% Шкода Надеюсь Я ничего не перепутал Просто не смотрю Карточку Вот и все Не худший вариант 11% Лучше 27% Я 10 дней тому назад Может быть 2 недели Уже прошло Я позвонил Шаура Я сказал Я захожу Это правильный путь Правильный Или как Зайти Не проверить Как идет доставка Не проверить Как идет Использование Не проверить Что будет в результате Твоего продукта Половина дебилов Коматозных Мне говорит А я больше к врачам Не иду А как же ты узнаешь О своем диагнозе У моего брата Буирак Ты это знаешь От моего письма Татьяне Букиной За 2 Он этим раком Кожей Меланомой Болел 2,5 года А потом за 2 месяца Сгорел Только 2,5 года Он ходил на 2 смены На работу И все вокруг смотрели Говорили Ты точно болен? Он был как бык Здоровый Он был здоровый Как бык 2 смены Раковый больной Получал химиотерапию И шел на 2 смены Никаких внешних проявлений Абсолютно нет Но за 2 месяца Он сгорел и умер А если бы он сказал Выпил бы ослиную мочу И сказал Все у меня рак прошел Я вон 2 смены работаю Ты понимаешь Откуда растут ноги У моего бешенства И на самом деле У этого бешенства Ноги растут совершенно Из другого Источника Из онкоотделения Детской больницы Нашего медицинского центра Я знаю Когда приезжают люди И они не знают Откуда взять деньги Они приезжают После Как я называю это После 3 звонка Когда в театре Звонит Звонок И уже 3 звонок Это все уже Примера началась Или спектакль начался И вас уже в зал Не пустят А я говорю Где вы были Бараны Что вы делали Зачем вы так издевались Над ребенком Почему вы так позволили Себе Здоровьем Ребенка Играться Они ездили От врача К врачу Они ездили От знахарки К знахарке Они ездили От шамана К шаману Они перепили Миллион всяких Бадов Болезь прогрессировала И тогда когда уже Их взяла За кадык Они уже приехали В Израиль Но мы не волшебники Мне уроды пишут Вы вылечили Абдулова Нет не вылечили А никто не спрашивает Где Абдулов Ездил до нас У кого он только Не лечился А мы что волшебники Что ли Пока еще нет Мы продвинутые Многих очень стран Но мы не волшебники Мы не делаем Фокус-покус Поэтому когда Спекулируют Со мной Вот этими Всеми словами А где вы были Почему вы Абдулова не подняли Там типа Сраная израильская Медицина Я отвечаю А где был Абдулов До того как К нам приехал Царство ему небесное А когда уже Звонок прозвенел А что Все остальные Лечатся Сразу же В иностранных клиниках Нет Поэтому мы Не можем помочь Я своим пациентам Говорю Не приближайтесь Если хотите Приехать в итоге В Израиль Не приближайтесь К местным онкологам Не приближайтесь К местной химиотерапии Потому что вас убьют А потом будет лечение Более дорогое Вас сначала будет Из задницы Нужно вытащить А потом вылечить Вот и все друг Я на все твои вопросы Ответил Да На все Спасибо За приятный разговор Так можно Если я наш разговор Поставлю Можно конечно Чего нельзя Только давай Так определимся По поводу Элаймакс То есть Что мы решили Что Элаймакс Продукт работает Но просто В интернете Неправильно Его Как сказать Припадутся Элаймакс работает Элаймакс Помогает Людям С сахарным диабетом Элаймакс Помогает Регулировать Я это знаю Артериальное давление Я знаю Что у очень многих людей Оно нормализовалось Я знаю Что очень многие люди Которым я верю Как себе Слезли с инсулина Элаймакс Но я знаю Но я знаю Что это работает Точно так Работает тот же самый Отлично Ну вот видишь Значит мы с тобой На одном канале Хоть и ты мне там писал Всякие Злые комментарии Тем не менее Я тебе не злые комментарии А реальные Потому что там Ну как Объективные Иногда бывает Не объективную информацию Одностороннюю Надо давать Какую Какую Ну вот то что А Я тебе написал Что ты возьми Допроси Типа того человека Который там Тоже Я тебе написал Что допрос проводится Только Возбуждение Уголовного дела Ну это Слушай Я вообще-то юрист По образованию Ты по-моему тоже Валер Послушай Дорогой Это было Просто-напросто Не надо цепляться За те слова Которые Мы пишем В комментариях Поэтому Я просто-напросто Улыбнулся Сказал Допроси Витхадера Чтобы Он тебе признал Я иногда Людям тоже Говорю Так Хорошо Такой вопрос Витхадер Это твой второй Который Нет Я раньше Вел Это Потому что Я не справляюсь Этим Занимается Конкретный Человек То есть Это все равно Твой канал Это был Мой канал Это человек Который Работает Вместе Со мной Человек Который Мой Партнер Но Не партнер По Медицинскому Бизнесу То есть Раньше У меня было Я просто Понял Что Я сразу Подозрение Заграла Что Что Тут У вас Меду Связано Что Это Непростой Человек Что Значит Непростой Это Мой Друг И Я Это Никогда Не Скрывал Для Других Людей Это Непонятно Которые Являются Зрителями Твоего Канала Ежедневно Я думаю Что Это Какой Простой Пользователь Сети Тоже Уступил Сговор У меня Сегодня В комментариях По 30 По 40 Коментариях Что Я должен Отчитываться За каждого Кто Там Говорит Другое Дело Что Если Я Писал С 5 Компьютеров Себе Комментарии А то Что У тебя Есть Единомышленники Ты Записываешь Команде Видеоролики Твои Друзья Поддерживают Тебя Вот Они Все Твои Вид Ходеры Ну Я Просто Еще Канал Не Так Раскручен Как У тебя Я Думаю У меня Еще Все Впереди Благодаря Своему Ролику Мой Канал Еще Раскрутится Ясно Ну Ты Считаешь Что Моя Позиция Адекватная Или Нет Да Ну Отлично Все Конечно Я Этот ролик Который Ты Душишь У тебя Уроду И Себе На Канал Закачаю Ничего Страшного Без Проблем Хорошо Что Ты Предупредил Я Открою Лицензию На Него Или Нет Смысла Я Говорю Хорошо Что Ты Предупредил Я Открою На Него Лицензию Я Не Предупредил Я У тебя Спрашу Или Может Нет Смысла Мне Это Делать Почему Если Я Открою Лицензию Смысл Есть Если Лицензия Была Закрытая То Я В любой Момент Мог Забанить Этот Ролик И Нанести Вред Твоему Каналу Ты Предупредил Что Лицензию Ты Откроешь Я Просто Конфортирую И Это Значит Любой Человек Может Его Скатать И Себе На Канал Проместить Или Ты Только Лицензию Откроешь Для Меня Нет Нет Я Не Могу Персонально Для Кого Насколько Я Знаю Я Не Могу Персонально Открыть Делается Я Просто Еще Не Сильно Силен В Настройках Ютьюба За 99 Долларов Я Готов Тебе Дать Небольшой Курс По Продвижению Ютьюба Я Подумаю Над Этим Предложением Хорошо Ты Я Так Понял Откроешь Лицензию Открою Хорошо Что Ты Сказал Спасибо Ты Меня Отпускаешь У меня Сегодня Еще Два Тренинга Да Да Все Не Вопрос Очень Раз Был пообщаться Пока Пока